Вопрос. Сунан Аби Давуд, номер 2899, приводится хадис от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что один из подвижников пророка, саляллаху алейхи вассалям, установил свою палатку на могиле, но не знал, что это могила. В ней был человек и читал суру Табарак до конца. Когда пришел пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то ему сказали, о посланник Аллаха, я установил свою палатку на могилу, но не знал, что это могила. Но в ней человек, который прочел суру Табарак до конца. Посланник Аллаха алейхи вассалям сказал, она запрещающая и избавляющая. Она избавит его от наказаний в могиле. Не значит ли это, что праведные люди, приближенные к Аллаху, живы в своих могилах, и они могут читать аяты Корана или любое другое, что мы можем услышать? И, возможно, они слышат то, о чем мы говорим. Я растерян в связи с тем, что совершают суфи или барлевиты, как они, обманывая людей, заставляют их верить, что мертвые слышат и могут помочь. Ответ. Посланник Аллаха алейхи вассалям Он спасет его от наказания могилы. Аль-Байхакий сказал, этот хадис передается только от Яхьи ибн Амр, который не является сильным передатчиком. Этот передатчик Яхья, как сказали ибн Маин, абу Зур'а, абу Дауд, ан-Насаи, ад-Дуляби, является слабым. Аль-Укайлий сказал, что хадис, переданный им, не согласуется с другими. Ахмад ибн Хамбль сказал, что хадис, переданный им, ничего не значит. Ас-Саджий сказал, его хадис отвергается. Смотрите в Тахзибу-Тахзиб, том 11, страница 260. Его отец А'аму ибн Малик ан-Нукри, как сказал ибн Хиббан, является сильным передатчиком. Он сказал, его хадис, кроме хадисов от него и его сына, принимается. Он ошибался и приводил хадисы, которые не передавались у других сподвижников. Таким образом, хадис является слабым и не приводится в качестве доказательства. Как уже было сказано, Аль-Байхакли заявил о его слабости. Так же поступил Аль-Альбани в Да'и в Сунан-Ат-Тирмизи. Аль-Мубарак Фурида, помилует его Аллах, сказал, в цепочке его передатчиков есть Яхья ибн Амр ибн Малик. Он является слабым. Что касается слов хадиса, она запрещающая и избавляющая, она спасет его от наказания могилы, то эти слова достоверны от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах. Это предание привел Аль-Хаким под номером 3839 и сказал, что оно достоверно. Аз-Захаби согласился с ним в этом. Во-вторых, приближенные люди к Аллаху из пророков, мучеников и праведников живут в своих могилах жизнью Барзаха, которая не похожа на мирскую жизнь. Жизни, подобно этой, нет, как нет и примеров для лучшего понимания ее сущности. Истинная сущность жизни в Барзахе известна одному Аллаху. Ученые постоянного комитета по выдачам Фетв сказали, пророки, мученики и другие приближенные к Аллаху живут жизнью Барзаха, истинной сущности, которой не знает никто, кроме Аллаха. Эта жизнь не похожа на ту, что они прожили в этом мире. Смотрите, Фетхуа л'аджнат и даима, том 1, страницы 173-174. В-третьих, в шариатских текстах нет отрывков, которые бы указывали на то, что праведники в своих могилах читают Коран. Поэтому об этом нельзя заявлять, нельзя говорить без знаний. Рассказы людей о том, что они видели в своих снах, или что когда приходили мимо могилы определенного человека, то он читал Коран и все подобное, они являются доказательством в этом вопросе. И даже если бы это было правдой, они не могут служить доказательством. Потому что человек, возможно, согрешит и солжет в своем рассказе. Или ему привидится, или он предположит то, чего на самом деле нет. Возможно, сатана покажет ему подобное во сне, чтобы запутать его и других людей. Как уже говорилось, истинная сущность жизни в Барзахе неизвестна никому, кроме Аллаха. В-четвертых, в основе мертвые люди не слышат живых так же, как и живые ничего не ведают о последующем периоде умерших, кроме того, что передается в текстах шариата. Жизнь в Барзахе относится к сокровенному, гайб, знание о сокровенном лишь у Аллаха. Если человек пройдет возле могилы многобожников, то не услышит их голоса, не почувствует их присутствие, хотя на самом деле они подвергаются мучениям в своих могилах. Если праведный муж будет похоронен рядом с человеком, совершавшим нечестие на земле, то первого Аллах помилует и сделает его могилу просторной, наполнит ее светом, и могила станет одним из садов райских. Второго же Аллах подвергнет наказанию, сожмет его могилу, и могила будет одной из ям ада. Положение каждого из них не смешивается с положением другого, а люди не почувствуют ни одного из них. Что касается версии о том, что они слышат и знают о том, что происходит на земле, как и живые, то она совершенно несостоятельна. Нет этому ни одного доказательства из преданий, и нет ни одного довода. И еще более отдаленно от истинности, еще ближе к заблуждению, мнение о том, что они не только слышат, но и отвечают. Ученые постоянного комитета по выдачам Фетв сказали, «Все мертвые вообще, в том числе и пророки мирым, не слышат тех, кто призывает их, и не могут ответить тому, кто их призывает. Не могут они исполнить или запретить то, о чем их просят. Все это опровергают слова Всевышнего Аллаха, «Воистину ты не заставишь слышать мертвецов». Что касается хадиса, который приводится в двух книгах Сахих, о том, что когда умершего положили в могилу, пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Воистину он слышит стук сандалий, когда его друзья удаляются от него», а также хадиса, в котором передаются слова пророка, салаллаху алейхи ва салям, которые он сказал погибшим при Бадре, когда их таскали и бросали в колодец Бадра, он сказал им, «Нашли ли вы то, что обещал вам ваш Господь истиной? А также, воистину, они сейчас слышат то, что я говорю. А также сообщение о том, что умерший, когда его кладут в могилу, слышит вопросы двух ангелов о его религии и о его пророке, то умерший слышит так, как слышит в жизни Барзаха. И только Аллах знает сущность ее. Умершие не обладают постоянным слухом, но слышат в этих исключительных случаях, и их слух не похож на слух в мирской жизни. Слух этот особенный, слух жизни Барзаха. И никто, кроме Аллаха, не знает его качества и сущности. Подобный слух не означает, что мертвый может помочь или навредить живому. Это в силах одного лишь Аллаха. Что касается слов пророка, саллиллаху алейхи ва салям, «Кто бы не поприветствовал меня, Аллах непременно возвращает мне мою душу, чтобы я ответил на его приветствие, то это присуще только пророку, саллиллаху алейхи ва салям». Это не означает, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, может принести пользу живому или навредить ему. Единственное, что получит живой, это награда за приветствие пророка, саллиллаху алейхи ва салям, от Всевышнего Аллаха. К пророку, салаллаху алейхи ва салям, когда он уже находился в могиле, не обращались с мольбой, подобно той, с которой к нему обращались при жизни. Его не просили решить вопросы и проблемы. Сподвижники пророка, да будет доволенными всеми Аллах, не делали этого, так как они знали о том, что это недозволено. Маджму'ат Устяния, том 2, страница 456 и 457. Шейх ибн Усеймин, да помилует его Аллах, сказал, мертвый не слышит, и когда к нему обращаются и взывают, он не отвечает на мольбы. Таков смысл слов Аллаха, фаинна каля тусми'уль маута. В-пятых, вышеупомянутые группы суфиев и барлевитов отдалились от пути пророка. Они являются группами, которые следуют нововведениям и не следуют примеру пророка, салаллаху алейхи ва салям, его сунне и тому, на чем были праведные предшественники. Аллах знает лучше.